Новый скандал разгорается в столице из-за платных парковок. Если прежде жаловались только жители, теперь присоединились и предприниматели. Из-за платных стоянок они теряют клиентов. При этом их обязали следить за состоянием парковок. Все возмущения сегодня адресовали властям, но те слишком настойчивых вопросов не выдержали. Наш корреспондент Кира Канниболодская разбиралась. Новые платные парковки стали проблемой не только для рядовых горожан. Теперь на них массово жалуются и столичные предприниматели. В первую очередь бизнесмены, конечно, теряют прибыль. Люди просто не хотят приходить в торговые дома, рестораны и магазины, около которых нельзя оставить машину бесплатно. Но главное, что возмутило предпринимателей, им самим использовать территорию под парковку запретили. В Акимате заявили, аренда не положена по закону. Оказалось, что правила действуют не для всех. При этом следить за чистотой и порядком этих участков приходится почему-то бизнесменам. Но в законе не написано, что нельзя передавать в управление. И эти земли, по сути, переданы в управление, а не в аренду. Хотя фактически ее можно признать арендой. И тем самым частный сектор как бы отсекли. Акимат постоянно отказывает, говорит, вы не имеете права, у нас там сети, вы не можете взять этот участок. Но спокойно передают частному партнеру. Устав получать отписки, предприниматели подали в суд. Они требуют проверить законность деятельности компании, которая, по сути, стала монополистом парковочного пространства столицы. В самом же Акимате настаивают 10 тысяч платных мест и почасовая оплата в 100 тенге. Это недорого и выгодно. Власти уверяют, что так упорядочат стихийные парковки. А заодно снизят количество автомобилистов. Якобы те с удовольствием пересядут в автобусы. Вот только жалобы говорят о том, что не все рады пользоваться общественным транспортом. Постоянно ведется опросная работа с населением. И мы на эти жалобы реагируем. И на каждую жалобу ведем. А когда последний вопрос? Даем ответ персонально. У нас есть социальные сети, мы там проводим опросную работу. Какая социальная сеть? Инстаграм, фейсбук. Я вам могу ссылку скинуть. Вы должны правильно понимать. Я один тут, вас много. Вы хотите меня тут задавить вопросами. Там пытались, вот тут отдельно. Кто там не хотел задавать вопросы, вы сейчас выходите и тут пытаетесь меня в угол загнать. Ни предприниматели, ни журналисты внятного ответа так и не получили. На вопрос, из чего складывается стоимость оплаты парковки, чиновник сослался на мировой опыт. В итоге, устав от расспросов, представитель Акимата поспешил ретироваться. Почему-то на машине директора парковочного пространства. Чем закончится история с парковками, пока непонятно. Договор у Акимата с компанией заключен на 20 лет. Однако, после многочисленных жалоб жителей, Аким столица Алтай-Кульгинов поручил проверить локации платных мест. В первую очередь, их не должно быть около социального жилья. Кира Конеболоцкая, Сылхан Семенбетов, Столичное бюро, КТК.